Девушки отдыхают Чебака Вагнера в Африке Об этих и других событиях недели в ближайшие полчаса В итогах на настоящем времени с комментариями экспертов Гость нашей студии политолог Эрик Ширяев Итак, позади первая неделя суда над бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом Процесс, к которому приковано внимание всей Америки и не только стартовал При этом следует подчеркнуть, что обвинения в адрес Манафорта В банковских махинациях на миллионы долларов и сокрытие налогов Не относятся к делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года Хоть и являются результатом работы спецпрокурора Роберта Мюллера Среди прочего, суд рассматривает деятельность Манафорта В качестве консультанта пророссийских политиков в Украине Позволивший ему заработать 60 миллионов долларов При этом судья из Александрии, штат Вирджиния, где проходит суд Запретил стороне обвинения использовать термин олигархи В отношении богатых украинцев из числа клиентов Манафорта По словам судей Ти Эс Элиса Третьего Быть богатым не преступление и излишне приводить данные О потраченном Манафортом миллионе долларов на одежду Или трех миллионах из офшоров на благоустройство дома Примечательно, что сторона защиты теперь настаивает на том Что противоправными действиями занимался Рик Гейтс Многолетний заместитель Манафорта, который уже признал себя виновным И пошел на сделку со следствием За судом по делу Манафорта всю неделю следил мой коллега Александр Яневский Сторона обвинения уже успела допросить более 10 свидетелей Из чего можно сделать вывод о том, какой является стратегия прокурора В частности, они продемонстрировали, что Пол Манафорт ввел роскошный образ жизни Тратил миллионы на одежду, ландшафтный дизайн, а также на покупку недвижимости Финансовые документы демонстрируют, что Пол Манафорт платил за услуги С помощью банковских переводов со своих офшорных счетов на Кипре Одним из главных свидетелей была Хезер Уошкин, которая занималась личными и бизнес-счетами Пола Манафорта Стало известно, что Пол Манафорт к 2016 году был фактически финансово разорен Что привело к тому, что он начал использовать поддельные документы для получения кредитов в разных банках Также неизвестно, когда с показаниями выступит Эрик Гейтс Которого сторона защиты обвиняет во всех финансовых неурядицах своего подзащитного Сторона обвинения заявила, что процесс продвигается быстро И они планируют завершить допрос своих свидетелей уже на следующей неделе После чего к допросу своих свидетелей приступит сторона защиты Кто эти люди и какое их количество, пока трудно сказать Однако известно, что адвокаты Манафорта запросили 25 повесток для своих свидетелей Президент Трамп в среду назвал процесс над экс-главой своего штаба фальшивкой Поскольку обвинения касаются прошлого Манафорта и не подтверждают никакого сговора А на него, Трампа, он работал совсем недолго, как сказал президент И с Манафортом, по мнению Трампа, обходится сейчас жестче, чем с гангстером Аль Капона Кроме того, Трамп сетует на то, что правительство не предупредило его заранее Что в отношении Манафорта проводится расследование Однако всеобщее внимание на этой неделе привлек другой твит американского президента Сговор это не преступление Но это не важно, потому что все равно не было никакого сговора За исключением разве что мошенницы Хиллари и демократов Обо всех нюансах очередного твиттер-шторма, как его называют, президента Трампа Поговорим с Эриком Ширяевым, профессором политологии из университета Джорджа Мэйсона Эрик, приветствую вас, Эрик Ширяев возглавляет лабораторию по репутационному менеджменту Итак, Эрик, мой вопрос к вам, конечно, сначала о том, что Дональд Трамп Вслед за членом своей юридической команды Руди Джулиани По сути сказал, что сговор не является преступлением, сославшись на законодательство Что нет такого понятия, как в принципе в законодательстве нет и понятия вмешательства в выборы Однако Мюллер, как сообщалось, может выдвинуть обвинения в заговоре с участием иностранного правительства С целью повлиять на исход выборов, если сочтет, что члены штаба Трампа вели подобную деятельность Что это со стороны Дональда Трампа? Смена линии защиты в данном случае? Защита была и есть и будет всегда Да, Трамп очень тонкокожий И несмотря на все уверения и просьбы его сторонников о том, чтобы быть мягче, быть спокойнее Игнорировать критику, он их не слушает Что касается сегодняшнего процесса, большинство юристов склоняется к такому точке зрения Это очень несложно понять В принципе не важно, что там было и как Но если ты соврал, сказал неправду, находясь под присягой Это уже преступление Но вот лучшая оборона это нападение, это про Дональда Трампа или нет? Мы будем его разгадывать еще десятками лет Те, кто его знают, знали Те, кто с ним сейчас общаются, расходятся в мнениях Первая идея о том, что он прекрасный стратег И то, что он делает Он крупный хам Самый хамский президент в истории США Может быть, Эндрюй Джексон, мы не знаем как То есть, можно сравнивать его, конечно Но он считает, что это ораторское искусство То есть, не хамство, а ораторское искусство Хорошо, да, да Многие считают, что это хамство Но тем не менее, тем не менее Что-то достигается этим хамством Некоторые, многие сравнивают с Жириновским Конечно, это сравнение такое хромающее Но что-то в этом есть Назвать вещи своими именами Цинично назвать вещи, как они есть Сказать тебе, Эрик, вы выглядите ужасно сегодня Это так не говорится в журнализме Но можно так сказать мне И я задумаюсь И что-то в моем поведении изменится, может быть, на будущее Или я больше не приду на телевизионную станцию На радиоинтервью Но вот нападение Пока в его репертуаре Это его коронный номер И его шах Он пытается сделать мат Это его шах Шах, шах Постоянно сказать Рисковать Атаковать Вести себя хамски При этом за твитом о сговоре Последовало не менее скандальное продолжение Трамп написал, что генпрокурор Джефф Сэшнс Должен немедленно положить конец Сфабрикованной охоте на ведьм Как он называет расследование Спецпрокурора Мюллера Прежде чем оно еще больше запятнает страну Цитата У Боба Мюллера явный конфликт интересов А его 17 злобных демократов Которые делают за него грязную работу Позорят США В этом многие усмотрели Прямой призыв к Сэшнсу Уволить Мюллера Хотя известно, что Сэшнс взял самоотвод И по факту уволить Мюллера может только Заместитель генпрокурора Род Розенстайн В Белом доме пояснили, что это не приказ А мнение президента Вот чем тогда объяснить такой выпад Трампа И где мнение, а где приказы Соответственно через твиттер Трамп неуправляемый Он сам понимает это Понимает его друзья, родственники И его ближайшее окружение И тем не менее, каким-то образом он побеждает В многих случаях Будучи таким неуправляемым И может быть это и есть функция его подчинен И его команды Поправлять и объяснять то, что он сказал Сравнивая с российской политикой С японской, с французской Это меньше выражено В американской политике Сегодня как раз это связано Что когда президент Нужно интерпретировать И может быть это является стратегией Потому что постоянно держишь своего оппонента Оппонентов в неведении То, что ты сказал сегодня То есть вы говорите, что он сам по себе То есть он по сути советников своих Не слушает, вы думаете? Три года назад Два года назад Когда он еще, так сказать, боролся за Белый дом Казалось, что это тактика у него Когда он стал президентом Первый год мы думали Наверное, все-таки тактика продолжается Сегодня, может быть, его стиль личности В этом есть Вести себя так, как он хочет себя вести И потом выигрывать И пока, пока большинство вещей Сходило с рук И побеждал Хочу еще спросить у вас Как у специалиста по коммуникациям По репутационному менеджменту Вот эти повторения Из раза в раз Трампом Слово о том, что сговора не было Это все охота на ведьм То есть повторяя это Не только на митингах И на мероприятиях Но и в Твиттере Резагулярно публикуя почти Одного и того же содержания Твиттер Вот что хочет тем самым Показать Дональд Трамп И о чем это вообще свидетельствует И как это характеризует его Американская легальная система Система республиканции Связана, очень сильно базируется На определениях Любой глагол Необходимо определить Я, мы, знали, не знаем Сегодня знали, завтра знаем Что такое сговор Поэтому легалистика Очень-очень-очень много значит В процессе Поэтому наставить на том Что не было сговора Это очень важная Важная фраза С точки зрения Из пруденции Я думаю, что это важный Может быть даже решающий В процессе Поэтому я думаю, что он По крайней мере сегодня Он выигрывает Говорит о том, что не было сговора Вопрос в том Определите, что такое сговор И вот здесь еще один момент Как раз процесс над Полом Манафортом Это публичный Большой, как это принято в Америке говорить Медийный процесс За которым действительно Все наблюдают Всей страной Соответственно следят За этим процессом Может ли этот процесс Превратиться в нечто крупное Учитывая вот эти масштабы И масштабное внимание Может Мы помним Некоторые из нас помнят Процесс над Биллом Клинтоном Когда Кажущийся Неважный процесс Над ее вложением В Собственность В Арканзасе Вылился В конфликт С Моникой Левинской И скандал Конечно может Конечно Как ниточка потянется Одни за одним Может быть Может быть и нет Может быть и нет Это Даю сегодня 40% Что это будет серьезное дело 30% Что я оправдаю 20% Что он получит Словный срок Ну что ж Очень многое будет зависеть В этом от показаний Рика Гейтса Правой руки Монафорта Будем следить И продолжим следить За этим процессом На следующей неделе На этой же неделе Пошел можно сказать Обратный отчет До важнейших Промежуточных выборов В Конгресс США Поскольку преодолена Отметка в 100 дней До дня голосования И администрация Белого дома Не на официальном Специальном брифинге В четверг С участием руководителей Разведведомств Заявила Что Россия Уже предпринимает Попытки вмешательства В предстоящие выборы Предлагаю послушать Что сказали Директор ФБР Кристофер Рей И директор национальной разведки Дэн Коутс В отношении действий России По промежуточным выборам Мы продолжаем Наблюдать повсеместные сигналы Со стороны России Попытки ослабить И разъединить Соединенные Штаты Эти действия Не уникальны В отношении этих Или будущих выборов Но несомненно Покрывают темы Которые связаны С выборами Среди прочего Мы знаем О попытках русских Путем Хакерских атак Добыть информацию От кандидатов И правительственных чиновников Есть определенная разница Между С одной стороны Действиями В отношении безопасности И прозрачности Электоральной системы И с другой стороны Более широкий спектр попыток Оказать влияние На операционные механизмы С целью манипуляции Избирателями И их мнениями Мы вместе с партнерами Пытаемся нейтрализовать Как одни Так и другие угрозы В тот же день Когда Белый дом Собрал всех глав Разведенных Заявивших об очередных Попытках России Вмешаться Теперь уже в промежуточные выборы Законодатели От обеих партий Включая республиканца Линдси Грэма И демократа Боба Менендеса Представили законопроект О новых санкциях В отношении России Который Грэм назвал Сокрушительными По сравнению С введенными ранее По словам Менендеса Речь идет о новом шаге Цель которого Заставить Владимира Путина Понять, что США Цитата Более не потерпят Такого поведения Эрик Вот показывает ли это нам Что даже Несмотря на все разногласия Которая существует сейчас Между демократами И республиканцами Тема противодействия России Российской агрессии В различных странах мира В том числе Теперь уже Как мы видим На примере США С расследованием По вмешательству в выборы Что это Некоторая тема Которая объединяет Демократов И республиканцев Рафаэл Да Да Удивительно Может быть Впервые в истории Может быть С временем Холодной войны 60 лет назад Сегодня Обе партии В Америке Настолько Объединены В позиции По поводу России Это очень критическое Мои студенты Сделали небольшое исследование Это было в мае еще Проанализировав Нашу прессу американскую Взяли небольшую выборку И посмотреть 90% материалов Американских По поводу России Очень критические У нас была Выборка Критические Положительные Очень критические Очень положительные Очень критические материалы Это такая позиция Очень интересная В истории Обе партии Так настроены И опросы Геллопа Показывают То, что даже демократы Настроены более критически К России Чем Республиканцы То есть такой существует Климат общественного мнения Сегодня Сегодня В Америке И такой же существует В Европе Почему и как Конечно особый разговор С удовольствием Об этом поговорил В следующий раз Может даже сегодня Тем временем Борьба на этих самых выборах За места в Сенате И Палате Представителей Выходит на финишную прямую В некоторых штатах Проходят заключительные праймери С участием кандидатов От каждой из партий Главный вопрос Удастся ли республиканцам Сохранить большинство В обеих палатах При этом Последние промежуточные выборы В Конгресс США Полностью выигранные партией Которую представляет Действующий президент То есть Как по количеству Приобретенных мест в Сенате Так и в Палате Представителей Были в 2002 году Прибушем лажем Плюс 2 места для республиканцев В Сенате И плюс 8 мест в Палате Правда Уже на следующих выборах Республиканцы потеряли 6 мандатов в Сенате И сразу 30 в Палате Демократы при Обаме Оба раза терпели поражение В том числе 63 места они потеряли В Палате Представителей В 2010 году А последним И единственным Добушем лажем Президентом Который оказывался в плюсе По местам в обеих палатах Был Франклин Рузельт На первых для себя Промежуточных выборах В 1934 году Далеком Эрик Вот судя по результатам Практически все действующие президенты Уступают На промежуточных выборах То есть их партии уступают Как вы считаете В этом случае Может что-то Нечто похожее повториться То есть риторика Дональда Трампа Она больше помогает Республиканцам Или наоборот Идет во вред В теории да Вся теория указывает Что Рафаэль да Республиканцы должны проиграть В ноябре И даже может быть Сенат и Конгресс Но Мы всегда недоучитываем И мы не знаем Нет таких невозможностей узнавать Сколько людей выйдет на выборы На выборы Пока в теории Если все будут голосовать Республиканцы проиграют Но если Допустим 30% демократов Не выйдет на выборы А Все республиканцы Выдут конечно Или 25% Демократов Не выйдет на выборы Республиканцы конечно победят Победят Но 23 места Я хочу сказать Что необходимо Демократам получить Для того чтобы Получить большинство В палате представителей И всего лишь 2 места Им не хватает в Сенате Чтобы получить преимущество Но всего лишь Или это все таки много Целых 2 места То есть на ваш взгляд Насколько сложно Много 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 Политологи Такие как я И все остальные Недооценили Молчаливую Америку Те которые работают Доставляют Продовольствие Продают Покупают Обслуживают нас Которые Не имеют доступа К телевидению Чтобы выступать И сказать свое мнение Эти люди голосуют Эти люди голосуют И они Скорее всего Будут Решительным звеном В выборах В октябре Поэтому Сегодня дам Такую оценку Наверняка 80% республиканцев Сохранят свои места И в Сенате И в Конгрессе 20% демократов Могут победить То есть в данном случае Вот эти твиты Трампа Когда он пишет Что я поддерживаю Такого-то кандидата На выборах В таком-то штате Вот это может Соответственно Помочь Действительно Тем или иным кандидатам Соответственно Победить У себя В регионах В своих штатах В отличие от России Я может ошибаюсь Понять Что и такое Америка Как Выборная усталость Усталость Электората Когда Президент Или сенатор Или конгрессмен Просто Уже Достали Два года Три года Пять лет Хватит Уходи Поэтому безусловно Трамп может Помочь На этой волне Красная волна Очень неожиданный термин В Америке Красная волна Остановится Республиканцем Консерватором Но Другой стрим Может уже И Как говорится Набить оскомину Поэтому Да Пока сегодня Как сказалось 80% Предсказаний Указывают Что скорее всего Республиканцы Победят Выборы Но его поддержка Кандидатов Может просто Набить оскомину Естественно Теперь же О трагической Дате Этой недели Журналист Архан Джемаль Документалист Александр Расторгуев И оператор Кирилл Радченко Все трое Были убиты 30 июля В Центральной Африканской Республике В рамках проекта Центр управления Расследованиями Который финансирует Эксглава ЮКОСа И основатель Открытой России Михаил Ходорковский Съемочная группа Расследовала деятельность Частной военной компании Вагнера в Африке Ранее Наши коллеги Из Радио Свободы Рассказывали Что вслед за Донбассом И Сирией ЧВК Вагнер Финансирование Которое приписывается Близкому соратнику Владимира Путина Ресторатору Евгению Пригожину Находящемуся Под санкциями США Засветилось Еще на одном континенте Среди прочего Сообщалось Что они тренируют Солдат в Цар И Судане Накануне гостем Программы Настоящее время Америка В Вашингтоне Был военный эксперт Сергей Суханкин Приглашенный Исследователь Американского института Джеймс Таун Предлагаю послушать Что Суханкин Рассказал моему коллеге Роману Мамонову О деятельности ЧВК Вагнера В интересах Кремля В Африке ЧВК Вагнер По факту Это не частная Военная компания Это частная армия Которая Начала свой путь С востока Украины По факту Этих людей Видели при захвате Крыма В дальнейших операциях На востоке Украины Это была первая Скажем так Ступень Первая фаза Развития ЧВК Вагнера На этом этапе Украина была Как полигон По факту Или момент Естественного отбора Для ЧВК Вагнера Если мы посмотрим На персонал Если мы посмотрим На вооружение То в принципе Это оставляло Желать лучшего Позже ЧВК Вагнера Показал себя Достаточно неплохо На Украине Надо сказать Против регулярных Войск Украины Которые были Достаточно слабы В тот период И ЧВК Вагнера Была послана В Сирию В Сирии Сирийская Этап Сирийская Глава ЧВК Вагнера Это скажем так Взлет История взлета И падения ЧВК Вагнера Пальмира Алеппо Многие ресурсы Западный ресурс Российский ресурс Списали о том Что ЧВК Вагнера Действовала В ангарде Наступающих войск И в общем-то Выполняла Всю грязную работу В этот период И качество персонала ЧВК Вагнера И вооружение Бундирование Тренировки ЧВК Вагнера Которые происходили И происходят На базе Молькина В Краснодарском крае Которая принадлежит ГРУ Были достаточно Высокого уровня Позже Когда группа Погибла Под Большая часть группы Погибла под Дейлзором В Сирии Начались вопросы Что станет С ЧВК Вагнера Сейчас мы видим По последним данным Что ЧВК Вагнера Не погибло Что сам концепт Частных военных компаний Очень интересен Российской власти Если раньше Советский Союз Видел Африку Как поле идеологической Битвы с Западом То теперь Россия конечно же Видит Африку Как способ обогащения И коммерциализации Войны Потому что ЧВК могут действовать Не только в качестве Силы Допустим Которая может Подавлять Движение Обеспечивать Безопасность Государственных органов Или самого президента Но также выступать В роли Военных инструкторов Что в принципе По сути Очень близко к тому Что было в советский период Когда Советский Союз Поставлял не только технику Африканским странам Но и военных инструкторов В июне Российское агентство Ре-Новости Сообщало Что администрация Президента Царту Адера Официально подтвердила Что в стране Отныне Существует Отряд российских Спецподразделений Для усиления Безопасности Главы государства А в структуре Администрации Появилась новая должность Директора по безопасности Из числа российских офицеров И вот что Руководитель Исследовательской группы ПАЦАР Шотландского университета Сент-Эндрюс Тайлер Лайкан Рассказал о деятельности Россиян В Центрально-Африканской Республике Россия поставляет Мелкокалиберное оружие Пистолеты Винтовки Автоматы Также Гранатометы И средства ПВО По данным Недавно Опубликованного Отчета Совета Безопасности ООН Россия Обеспечивает Безопасность Конвоев Которые Я предполагаю Перевозят Это оружие Тренируют Местные Внутренние Войска И учат Армейских Обращению С оружием Также Поступает Информация О том Что они Обеспечивают Безопасность Президента Царту Адеры Ранее Это делали Руандийцы А с недавнего Времени Русские Насколько мне Известно Там находятся 175 россиян Пять из них Официально В армии Цар А остальные 170 человек Гражданские Лиса И скорее всего Это бывшие Наемники По официальной Версии Россия Заинтересована В разработке Природных Ископаемых Ресурсов Цар На взаимовыгодной Основе То есть Россия Будет иметь Выгоду От строительства А Цар Получит Дополнительный Доход За счет Налога Обложения Добавлю Что проживающий Сейчас в Великобритании Михаил Ходорковский Пообещал Выяснить Обстоятельства И найти Виновных В гибели Российских Журналистов Центральной Африканской Республики Отметив Что теперь Его вовлеченность В расследование Будет гораздо Глубже И лучший способ Почтить память Погибших Довести Начатое Расследование До конца Эрик Вот выдвигаются Разные версии Уже того Что произошло Соответственно Но А Это проект Ходорковского Который Является одним Из главных Оппонентов Российской Власти И Б Это все-таки Предмет Расследования ЧВК Вагнера Следы Которого Ведут Опять же Как многие Считают В Кремль Учитывая То что Все произошло В Цар На ваш взгляд Достаточно Будет Вот этой Поддержки Какого-то Журналистского Сообщества Опять же Или соответственно Трудничества Следователей Каких-то Стран Друг с другом Для того Чтобы выйти Все-таки На преступников Выяснить Личности Все-таки Нападавших На журналистов И соответственно Добраться до истины Рафаэль Да Как минимум Две причины Да Это будет Дело слышно И мы будем Разбираться И будем смотреть Первое Это геополитическое Интересы Центральные В Африке России Запада Сходится Это Скажем честно Это противоборство Фундаментализму Исламскому Безусловно Координация будет Второе Более личное Психологическое Смерть человека Это трагедия Смерть журналиста Это трагедия Медсестры Учителя Врачи Журналисты Люди Неприкасаемые Любая жизнь Человечка Неприкасаемая Но когда журналист Погибает Погибает Это особенно страшно Поэтому Этот Процесс Это расследование Будет Находиться В центре внимания Мы узнаем Больше и больше И поэтому я думаю Что мы должны Об этом узнавать Потому что Конечно что случилось Там большая трагедия Спасибо Эрик И конечно мы приносим Соболезнования Родным и близким Погибших Гостем нашей программы Сегодня был Политолог Эрик Ширяев Из университета Джорджа Мэйсона В Вирджинии А я благодарю вас За то что провели Эти полчаса С нами Меня зовут Рафа Исааков Всего доброго И увидимся Через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин